Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели CiaPress.ru. Мы начинаем наш новый проект, он называется «Особое мнение». Сейчас я расскажу про его отличия от наших классических онлайн-конференций, которые постоянно проходят на нашем портале. Для начала представлю нашего первого гостя, это русский предприниматель Владимир Трофимович Самборский. Здравствуйте. Добрый день. Значит, чем будет отличаться проект «Особое мнение» от наших онлайн-конференций? То есть онлайн-конференция это просто интервью с человеком на какие-то близкие, скажем так, ему темы. То есть если там приходит глава города, то мы с ним обсуждаем какие-то конкретные актуальные городские проблемы. Если приходит какой-нибудь медик, то мы с ним обсуждаем медицинские проблемы. А в особом мнении мы будем приглашать известных в Сургуте людей, ну можно даже сказать, наверное, лидеров общественного мнения, которые будут высказываться на конкретную актуальную повестку дня. И сегодня мы с Владимиром Трофимовичем будем как раз обсуждать актуальную повестку дня для Сургута, отчасти для России. Например, в разрезе того, что сейчас в настоящий момент одновременно с нами выступает президент страны Владимир Путин, выступает перед федеральным собранием. И вот мы ждем, нам тут будут приходить оперативные сводки того, что он сказал. Возможно, мы прямо сейчас это и обсудим. Ну а начнем мы с сугубо местной тематики. Вот совсем недавно, я напомню, Владимир Трофимович публиковал на нашем портале, и вот оно выходит в нашей газете, вот буквально завтра, по-моему, или сегодня. Выходит публикация, предложение губернатору Наталье Комаровой о том, каким образом можно упорядочить, сделать лучше, вообще сделать рывок в строительной отрасли в городе Сургуте. Там был ряд предложений о функционировании департамента архитектуры, градостроительства, о использовании гаражей и так далее. Когда этот материал был опубликован у нас, на него посыпалась, ну такая достаточно неоднозначная, но критика. В частности, там были сказаны слова о нереалистичности, невыполнимости всех этих пунктов программы. Но вот давайте вот по ним пробежимся, по этим вот критическим замечаниям. Ну вот первый, да, то есть давайте сначала по первому пункту, по вашему предложению о фактическом распуске доига и замене его, перевода всей его работы, ну 90% его работы на аутсорсинг. То есть наши комментаторы, некоторые ваши критики, они посчитали, что это абсолютно невыполнимая вещь, и действительно этого сделать нельзя. Но вот вы как считаете? Насколько это выполнимо и как это выполнено? Потому что вы в своем письме говорили о том, что это лишь как бы общее положение, что вы прорабатывали эти вопросы подробно. Вот давайте немножко подробнее теперь. Пожалуйста. Я бы сначала хотел уточнить вот из твоего выступления одно слово. Не об упорядочении работы департамента, потому что департамент работает по абсолютному порядку. А изменения. Да. Ну изменения в лучшую сторону. Предполагается, изменения же. Никто не планирует, чтобы было хуже. Теперь что хочу сказать. Я прочел эти комментарии, их не так много, как бы хотелось, но большая часть из них критические. Критикуются. Ну причем большая часть из них критиков, вот просто плохо. Плохо, нет и все. Поэтому я для этих критиков, я много раз бы сказал свою точку зрения, когда человек пишет под ником, для меня это непонятно. Без ников пишут 4 человека. Я их лично знаю, я их очень уважаю. Я не согласен с ними почти всегда. Чего ты прячешься? У тебя есть точка зрения. Родину ты предавать не собираешься. Половую ориентацию не изменил. Налоги почти все платят. Почему ты под ником? В чем тут смысл глубокий? Вот меня всегда это как-то раньше раздражало, потом удивляло, сейчас забавляет. То есть, видимо, человек стесняется чего-то. Ну, например, один стесняется, он неграмотный. Он вот в этих коротких там 4 строчках делает 5-6 ошибок. Понятно теперь, под ником он знает, что он неграмотный, а хочется что-то там пукнуть. Пусть себя нюхает. Скажу ему так. Вот он что-то сказал, а вот он хихикает. А вот я ему. Ну, там один начал. А может быть, вам начать с себя? Ну, я не знаю, с себя что. Изменить имидж по одежде, прическе, вес. То есть, с многозначительностью такой. То есть, это совершенно неконструктивно. Если бы сказал, это невозможно сделать потому то. Вот один пишет. Вот если бы меня там работал, и меня бы сократили, а я бы подал бы в суды. Он просто не читал письмо. Там написано. Причина какая. Структурные изменения. Это не просто захотел и уволил в нарушении трудно. А написано строго в соответствии. Просто человек не читает. Ну, хочет так, хочет сказать. А я тоже. И я тоже что-то. Уважаемые читатели и те, кто не читал. Я высказал свою точку зрения на критические замечания. Они все, за исключением двух, не имеют подсозненького основания. Один еще сказал, как хорошо, что и не только я один так думаю. Я ведь не претендую на великие какие-то сверхгениальные идеи. Но тем не менее, вы все помните Ганса Христиана Андерсона, его сказку о короле, который каждое утро перед приближенными демонстрировал свои одежды, покрасал, какие они пышные. И все говорят, да, как прекрасно, Ваше Величество. И потом заходит мальчик и говорит, король-то голый, оказывается. Да это неправда, все выдумка. То есть всегда находится один человек, который имеет другую точку зрения. И такую точку зрения имеют многие люди. Но не все могут в силу целого ряда причин их высказать. То, что я предложил, это давным-давно внедрено во многих странах мира. И естественно, моя эта идея, она выстраданная, вымученная. Я ездил специально, смотрел, как это работает в целой стране. Эта страна за 7 лет ликвидировала коррупцию. В этой стране коррупции практически не было. Там были случаи, но не было явления. Безусловно. Поэтому вот эти, ну когда не хочется людей уж сильно обижать, ну почитывать, ну хоть чуть-чуть читайте, уже в школу уже поздно находить раз на печь, а научился пальцем тыкать вот в компьютере. Ну читайте, работайте над собой. Вот я был в Грузии. Я не скажу, я специально ездил последние несколько моментов. То, что я предлагаю, это не является великим эпохальным открытием. Это только один из множества шагов, не самый простой. Я не напрасно там привел три пословицы трех народов. Одну китайскую я немножко трансформировал. Самая длинная дорога в 10 тысяч ли начинается с маленького шажка. Вот тот, кто что-то делает, у того что-то получится. Возможно. Может, нет. Но если абсолютно сначала нет, невозможно газы. Вот там газы выхлопные. Ну это мы перейдем позже к выхлопному газу. Значит, суть моего предложения сводится к следующему. Я предложил к рассмотрению, только я не являюсь ни главой города, ни главой, обязательным думы, ни главой правительства. А вас Наталья Владимировна попросила или это была ваша инициатива? Нет, это моя инициатива. Я давно это вынашивал. Я общаюсь со многими чиновниками округа. Наших я знаю практически всех, потому что я тут живу давно. Много у нас работает, большинство наших служб в государстве работает неэффективно. Это говорил президент. Даже наш президент, который эту систему холил и лилел, признает всего часу в своем послании, федеральному собранию, он об этом говорит. То есть я хочу критикам сказать, те, кто очень любят наших руководителей, это они так говорят. И естественно, люди, которые не безразличны, думают, а как лучше сделать? Вот это одно из предложений, поскольку я считаю, что вот это направление одно из трех самых главных. Самое главное – это образование. Я ни разу не бы сказал по поводу образования, потому что там реформа идет. Болезненная, мучительная, как в стране, так и у нас. Очень спорная, но идет реформа. Второе, самое главное – это медицина. Тут полный тупик и застой, на мой взгляд. Это тема другого обсуждения. И третье, та, что создает среду обитания, жители города и страны в общем. Та, которая воспитывает человека как в эстетическом плане, так и в техническом. Ну понимаете, в каком доме живешь, такой ты есть. Так перефразирую другое выражение. Меня это занимает. Я не являюсь кадровым строителем. То, что я строю, это отличается от того, что строят большинство людей. Ну сложно, естественно, гиганту, у которого конвейерное производство какой-нибудь серии домов, строить штучные дома. Поэтому и существует бизнес. Малый, средний и крупный. Крупный работает по своим законам, а малый и средний по своим. То, что я делаю, я достигаю несколько целей. Безусловно, это во вторую очередь коммерческая составляющая. В первую очередь это польза и удовлетворение честолюбия, назвать как хотите, как бы это ни резало сло. То есть ты должен гордиться. Я сделал, я построил. Это, к слову, по поводу критики все время дома по улице 38, о котором я уже 22 минуты однажды говорил, не буду тратить ни одну минуту. Этот дом, там на этой улице всего два здания похожи на здание. Это так называемый зайди и купи этот дом. Это другие. Все остальное, вот радуйтесь. Это, к слову, не скромно, но это правда. Так вот, я предложил к обсуждению концепцию, идею, вешку, репер, а не цельный, считанный, написанный план. Нужно предложить всем сотрудникам департамента архитектуры и строительства предложить уволиться. Это, к этому надо идти минимум два-три месяца, надо подготовить законодательную базу, надо тщательно, чтобы не обидеть никого из людей и так далее. И им же предложил остаться там на своих местах в тех же кабинетах. Создал, ты ИП создал, я хочу один. Это ООО, это ЗАО, объединились коллективы по направлениям, кто же чем занимается. Выдача разрешения, согласование, реклама и так далее. Вот вся та работа, которая проводится департаментом, должна продолжать выполняться. Но на других основах. Это должен быть частный бизнес, должен это делать. Эти люди, которые захотят и сочтут для себя приемлемые, остаются там, выполняют ту же работу. Это очень болезненный процесс. Это не делается мгновенно. Но как сказал Бисмарк, даже девять беременных женщин не могут родить ребенка за месяц. Так и это невозможно сделать мгновенно. А если будет ничего не делать, так и будем мучиться. Вот в чем суть-то. Я думаю, что очевидно назрели перемены. И перемены в стране в целом и в частности в каждом из секторов. Я вот предложил одну такую идею. Кто-то другую. Будем рассматривать. Это должна быть дискуссия, специалисты. Люди, которые там работают сегодня, большинство из этих людей, я их знаю всех практически, это люди достаточно высокой квалификации. на самом деле. Они не все взяточники, на самом деле. Они должны на основе частной конкуренции между собой. Вы мне выдаёте разрешение за 30 дней, как в Грузии, и просите за это 100 тысяч рублей. А этот делает за 6, за 60 дней, за 2 месяца и просит 50 тысяч. Я тороплюсь, я ему даю 100. Я даю гласно. По договору расценки висят. Люди эти заключили договор, платят за аренду помещений, небольшую аренду платы установить и за оборудование. Таким образом, вся та работа, которая есть, должна выполняться и сейчас, но совсем на других конкурентных основах. Частный бизнес должен делать эту работу. Я был в Грузии, специально ездил в Грузию, смотрите, как же это работает. Вам рассказываю два примера. Город Батуми, июнь-месяц, на первом этаже заграничный паспорт. Будем очень коротко. Как вы думаете, за сколько заграничный паспорт выдают в Грузии? Гражданину Грузии. Потому что Грузия цивилизованная страна, во многом более, чем мы. И там паспортов внутри них нет. Там есть паспорт только заграничный, ну как, допустим, в Америке. Ну как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы заграничный паспорт? Ну я предположу, может быть, несколько часов. Нет, ну это уже сильно круто. Но в десятку. Ну и машины за несколько часов. Но в десятку. У меня спросили, да, хорошо, пожалуйста. Разговаривают по-русски, молодежь плохо, люди старше у вас хорошо. У вас с собой удостоверение? Значит, нужно дать или свидетельство медицинская страховка, либо водительская. Тут же фотография, и если ты не торопишься, я был в понедельник, то в пятницу за 10 долларов, тогда это было по курсу, 280 рублей получай паспорт. И при этом меня спрашивают, а может быть, вам еще второй дать? Я растерялся, говорю, как понять? Ну второй, мне объяснили, это просто, как все гениальное. Просто дают тебе еще точно такой паспорт со штампиком, дабл, дубликат. Платишь еще 3 доллара, еще 100 рублей. И за 5 дней ты имеешь два паспорта. Ты хочешь ехать в Бразилию, в Папуа, Новую Гвинею, одновременно, в два посольства, не можешь сдать, может, паспорт, а так сдаешь. Какое нужно тут гениально усилить для этого? Никакого. Но тогда тысячи тысяч чиновников, авиров, служб, как я тебе, по паспортам, лишаются работы, просто заработка. В этой передаче о коррупции говорить не будем, почти. А если вы хотите очень быстро, то тогда вам на самом деле к вечеру выдадут паспорт, когда стоит 20 долларов, 560 рублей по тому курсу и 660 по этому. Вот и все. Это пример, когда частный бизнес занимается только частный бизнес. Это не государственная структура. Это МВД делегировало это право законодательно, и нет проблем никаких. Ну, то есть, для этого нужно менять, наверное, федеральное законодательство? Безусловно. Я сказал, что подготовка любого, к любой реформе нужно готовиться. С бухты-барахты нельзя. Это можно убить дров, можно парализовать работу. Если сейчас у нас выдают полтора года разрешения на следствие, то тупик, чтобы этого не произошло, но тщательнейшим образом. Я же говорю, это была концепция, это идея, которая подлежит обсуждению, и в случае позитивного принятия, ее для позитивного результата, она должна быть подготовлена. Перехожу плавно ко второй части. Это один пример. Поднимаюсь на 19 или 21 этаж, и говорю, из окна, ну, я подготовился, конечно, я узнал, где там земля продается. Из окна вид, я говорю, вот купил полтора гектара земли, я хочу построить здесь 28-этажный жилой дом. Мне начальник отдела говорит, да, пожалуйста, никаких проблем нет. У вас с собой? Я говорю, что, ну, жесткий диск или флешка? Что нужно в Грузии? Это Сухуми, дом юстиции. Специально здание, построенное где-то три этажа государственные органы юстиции, а остальные 20, это частный бизнес. Все в частном бизнесе. Построило государство. За свои деньги. Такие дороги я вел Грузию, я сошел с ума просто. Четыре ряда в одну сторону, четыре в другую. Батуми, Сухуми. Это отдельный разговор, если будет интересно людям, пусть закажут, мы будем говорить о Грузии. Страна, в которую я влюблен. В народ, в страну. Вот. И говорит флешку, или, да, чтобы я посмотрел. Я говорю, вы знаете, я не взял машину, я просто, скажите, я это все читал. Ну, думаю, хочу сам услышать. Так вот, разрешение на строительство, это для больших специалистов, у меня тут были дискуссии. После того, когда ты, а, землю купил, либо взял в аренду, то есть, ты имеешь право здесь строить. А вот что? Тебе в течение пяти дней дают квалифицированный ответ частная фирма. Частная здесь нельзя строить 38 или 28 этажей в силу технических условий. И потом подсказывают, если вы хотите быть со-инвесторами замене коллекторов, канализация, вода, подстанция электрическая, тогда это будет приблизительно стоить столько, потому что рядом будет то-то, то-то, то. Если вы не хотите, то на этих всех условиях технических, которые существуют, вы можете поставить только 16 этажей. Это в течение пяти дней тебе дают ответ. Потом, если ты говоришь, да, я согласен, то, что вы говорите, в течение последующих трех недель вам дают пакет документов. Это согласование дорожных служб, полиции, всех тех условий. Тех условий, это не то, что ты пишешь сегодня, а через месяц тебе ответ, а ты ходишь, торгуешься. Вот так это делать. Тридцать дней. Тридцать. Делают частный бизнес. Это я, повторяю, третий или четвертый, это я лично ездил, специально, чтобы убедиться, что это ни сказки, ни байки. Дом юстиции, город Батуми. Так вот, есть, это не одна страна, это во многих странах, очень многие отрасли отданы на аутсорсинг. Причем, самое необычное, например, в большинстве стран мира нет одного из министерств. Знаете, какого? Культуры. Знаете, там культура не на худшем уровне, чем у нас. А министерства нет. К слову. Вот я, Дмитрий Николаевич, хочу спросить тебя, как думаешь, что нужно сделать, чтобы в России исчезли яблоки за месяц, два, три, полгода? Яблоки. Яблоки. Китайские, итальянские, польские. Не ломай себе голову. Создается министерство яблок, через полгода яблоки исчезают, потом мучительно преодолевается дефицит яблок, и они появляются следующие полгода в три раза четыре дороже. Вам ничего не напоминает создание третья попытка министерства по реформе ЖКХ, не выговоришь, по строительству и ЖКХ? Ну, логика подсказывает, уже ж было все это, закончилось ничем. То почему теперь вновь созданное министерство, которое возглавил, кстати, я лично с ним знаком, неординарный человек совершенно, безусловно. В плохом или плохом смысле неординарный? Нет, в самом прямом, он очень развит, он очень грамотен, он организатор, он демократ в прямом смысле слова, в хорошем, есть такой анекдот изумительный, знаете. Я его лично знаю, мы были в яблоке вместе. Он сын очень известного священника, которого убили. Так вот, почему теперь получится? Ну, то есть, тупо, совершенно примитивно мы пытаемся сделать то самое, что уже дважды потерпела полная фиаско, крах. Мы создаем министерство по развитию Дальнего Востока. Да, страна большая, ну, наверное, логично. А развития нет. Китайцев все больше, наших все меньше. Ну, никакого нет результата. Вот я говорю, давайте попробуем вот на этом, давайте обсудим, давайте грамотеем, причем оппозиция, понятно, кто. Это администрация и ее часть, департамент. Причем, а если, один очень умный пишет, ну, сильно, а если дом упадет, кто будет нести ответственность? Ну, уже непонятно. Тот, кто провел экспертизу проекта, этому умнику расскажут, что экспертизу проекта и сейчас проводят уже частные фирмы, экспертизу делают. И никакой беды. Может государство, но может частное. Вот тот и несет ответственность. Тот, кто строил, тот, кто нарушил строительные нормы и правила. Все в законодательстве прописано. То есть, люди, совершенно не вникая в суть предложения, но уже нет. Это что касается, я не могу много времени отнимать в эфире, потому что это на самом деле тема всеобъемлющая. Я скажу только одну вещь. К великой беде нашей, в силу особенности развития России, за всю историю Российской империи, России, Руси, России, СССР и сейчас, было 18 попыток реформирования страны. Ни одна из этих попыток не была доведена до конца. Самые провальные это реформы последних 14-15 лет. Из всех реформ заявленных, только одна, часть одной реформы состоялась, благодаря ей, по мнению некоторых экспертов, экономистов, Россия сохранила себя в нынешнем виде. Это введение плоской шкалы налогообложения. Это очень интересная тема для разговора. Все остальные реформы не выполнили проваленные. Очень есть интересный такой, ну, пример. Вот о чем говорил наш президент нынешний, когда второй раз шел в послание? Вы не помните, какие были лозунги? Очень много. Хоть одно, что-нибудь такое скажи. Ну, я подскажу, да? Удвоить ВВП. По прогнозам министра экономики Улюкаева, рост экономики на 2014 год запланирован 0,1%. То есть, обман явный, потому что в пределах статистической погрешности падение. А помните еще один какой был? Лозунг такой, бодрый, бодрячком, ну, мы им дадим, мы им вставим. Перегнать Португалию. Ну, как комментировать? Гигантская страна, обладающая такими ресурсами, таким человеческим потенциалом, стопроцентная грамота, кстати, не стопроцентная у нас уже грамота. И вот такие анекдотические лозунги. Один совершенно неисполнимый ни с какой точки зрения, а с другой просто надо было плюнуть и забыть про Португалию через полгода. Нет, не догнали, не перегнали. А кто в нашем регионе знает, какая статья экспорта Португалии? За счет чего Португалия живет? Ты вот знаешь, я тебе скажу, и наши будут зрители знать. Экспорт коры пробкового дерева. Пробки во всем мире делают из португальского дуба. Специально выращивают дубку, которая в пробках, которая делают пробки для вина и шампанского. Ну, это к слову. Так даже эту страну мы не то, что не перегнали, отстали от нее. Значит, к чему я этот пример привел? Значит, неправильно, что, значит, принципиально неправильно организация управлением государством неверна, коль нет результатов. И вот когда человек, может быть, я абсолютно какую-то чушь несу, возьми, проверь меня, возьми цифры и скажи, невозможно. А я сразу раз, а почему в Грузии? Я приведу примеры десятков других стран, где целые отрасли на аутсорсинге, и никакой беды нет. Это вот по первой части. Первая часть предложения моего. Это я написал у Натальи Владимировны Комаровой такое письмо с предложениями двумя. Первое касается реорганизации предложения. Подумать, взвесить. Реорганизация управления Департаментом архитектуры градостоятельства. Я повторяю, там большинство специалистов это люди достаточно высокой квалификации. У нас вообще средний уровень чиновники, которые есть, у нас люди очень высокой квалификации. Ну, понимаете, в чем беда трагедия, что, к сожалению великому опять, руководители, как один астронов сказал, ну, по отдельности русские, ну, такие люди, и умные, и убранные, как все вместе. Ну, там сказал он слово такое, не хочу оскорблять наш народ. А что толку, если ты талантово способный, а место руководителя, где должен быть ты, занято надолго и прочим. Так вот, там сидят люди 15-20 лет. И только один, самый умный, самый честный, самый порядочный ушел сам, не вынеся гнета вот этой среды. Это опять тема, какая всеобъемлющая кадровый голод какой жуткий. Я вам сейчас скажу, уважаемые слушатели, читатели, с двумя очень известными строителями в городе я разговаривал и говорю, слушай, ты подумай давай, ну, давай иди замом. Вот у нас тут беда такая с этой отрасли, ушел Сурлевич, у него характер очень деликатный, это такая работа все-таки напряженная очень такая, тут надо быть немножко другим характером, он умница. И мне три человека говорят, не, ты что, с ума сошел вот в эту клаку. Наступил момент, при кадровом голоде люди, это люди известные, строители. Не, 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 говорит, невозможно. То есть, опять это может быть частный пример, может быть только так в Сургуте, нет. Я думаю, что это, наверное, в стране такое, когда не хватает кадрового, когда нет кадрового резерва, когда нет людей, чисто любивых в том смысле слова. Я чиновник и я сделаю. Вот с ним. Может быть дело все-таки в том, что кадры-то они есть, но люди, которые могут выполнить эту работу, они в эту систему никогда в жизни не полезут. Да, правильно, это абсолютно правильное уточнение. Я прошу прощения, ты абсолютно четко поправил меня. Люди-то есть, безусловно, он когда смотрит со стороны вот в эту систему, он не хочет быть внутренней, потому что он, если что-то не глупый, понимает, либо его там сломают, он будет как все, глаза тухнут. У них глаза не горят. С ними разговаривают, что они как будто вот сюда. Как Остроум Нагончаренко однажды сказал про вице-премьера Жукова. Говорит, вот посмотри, он в Думе, он был какой, вот он пришел, вице-премьер, раз и глаза потухли. Эта среда не позволяет человеку расти творчески. Она заглушает все естественные порывы души, если они и были. Я думаю, наверное, это процесс взаимно. Наверное, и идут туда такие, которым там комфортно. Умный, грамотный образовательный, но по характеру вот он такой, он исполнитель, лучше или хуже. Вот что, оказывается, первой части моего письма губернатору. Ну вот, а давайте немножко еще такое уточнение. Вы же знакомы с бывшим мэром Мегиона Александром Кузьминым. Да, конечно. А вы как думаете, вот когда первый руководитель города, ну вот он же был тогда, он когда пришел, у него там начались такие, ну, достаточно интересные преобразования, и он светился очень много. По тому времени это были вот приблизительно такое, как мы. А вы не знаете, то есть у него подчиненные, как, у него они были такие же, как он, да? Он смог себе выстроить и привлечь в администрацию вот таких же веселых молодых людей? Да, у него были таких 3-4 человека. У него создавала, начала формироваться команда и произошло, да, да, у него были такие. У нас есть. В Сургуте очень много людей. Я разговариваю, я был на обсуждении фильма с Клейном, ну, моего возраста только я один, наверное, хожу на такие мероприятия, такие постарше намного, и там были люди 20-25-30 лет, это очень умные, образованные люди. Я получаю колоссальное удовольствие. Помнишь, ты меня когда пригласил на Брайн Ринг, это было несколько лет назад, я чувствовал себя сейчас дискомфортно, потом я забыл о возрасте. Это великое дело, когда ты общаешься с молодежью, происходит обмен, энергия, знания, опыт, знания. У него была команда, начала формироваться, он был в начале изменений. Они не были революционные, они были, я думаю, приведения к норме, к здравому смыслу, я бы даже так сказал. Но, произошло то, о чем я упомянул две минуты назад. Такие люди раздражают вышестоящих. Никакой он не был ни вор, никакой он не был нарушителем финансовой дисциплины. Чушь, если человеку дают срок за 48, якобы, из расходных, и 58 тысяч съездил в командировку без оформления ее, значит, не было вообще ничего. Потому что, если бы хоть что-то, то уж придумали. Хотя, что в нашей стране? Ну, он сейчас Ходорковскому. Ходорковскому третий срок. Третий срок, 10 миллиардов, что он отмывал, сидя в тюрьме. 10 миллиардов. По миллиарду в год. То есть, степень абсурдизации достигла, видимо, апогея. Уже безумнее выдумать ничего невозможно. Все может быть у нас. И, видимо, исходя вот из этих, вот таких соображений, люди, которые могли бы принести огромную пользу городу, ну, мы говорим о городе, в первую очередь, и стране в общем, не хотят, видимо. А те, кто хотят, те как раз морально-нравственное начало у них в зачаточном состоянии или отсутствует. И они рассуждают чисто примитивно. Деньги, тепло, сыто, хорошая пенсия, галстучек, костюмчик. Ну, все, поехали ко второй части. Значит, вот эти вот самые гаражи, над которыми можно строить. То есть, а вы это как прорабатывали? То есть, чисто технически на этих вот гаражах действительно вдруг сколько там этажей можно построить? Какие знаряды там можно делать? Вот такие вот вещи интересные. Да, конечно, безусловно. Я для тех опять, моих так называемых критиков, которые, видимо, письмо тебе читали так вот. Да, написано, что это тщательно выверенные, продуманные. Я с этой идеей, ну, не так, как тот Доринс Торбе, но и ношусь на ней неправильно. Я ее вынашиваю, скажем, лет 15. Я говорил об этом с первым замом, с Браташовым. Однажды, когда он у меня сходил туда в Стан, в оздоровительный, в лечебно-физкультурный центр Стан. И на переходном мостике, кстати, единственное здание, где лифт вынесли на 12 метров здания, это сделал я, придумал. Просто так. Там была одна причина субъективного характера. Чтобы не встречаться с одним человеком на втором-третьем этаже, я лифт вынес. И вот на переходном мостике я ему показываю на Буровик 21, там, не знаю, гектаров, ну, сколько, 20-30, наверное. И говорю, Владимир Алексеевич, слушай, давай вот над этими гаражами построим бетонную площадку. Да, вдохновило меня на эту идею вот что. В Париже, в центре города, старинный Париж, в центре города, я брал машину на прокат, и подземный паркинг на 14-м этаже под землей. 14-й этаж под землей. То есть, вы все представляете, грунтовые воды, вибрации, представьте, над городом, который существует века. И никаких там проблем газа, интеллекта, это все технические вопросы. Я сейчас об этом скажу коротко. И теперь я все перевернул ситуацию наоборот. Не надо нам закапывать ничего. Это сложнейшая проблема. Самая главная проблема здесь, их две составляющих, две. Я в первую очередь влеком идею сделать город красивее. То есть, мы должны бы, если бы это было принято, а я скажу каким образом, то тогда, в первую очередь, мы получаем дополнительную огромную площадь, на которых можно строить все, что угодно. В зависимости от того, что ты запланируешь потом, ты такой конструкции делаешь фундамент, основание. То есть, более мощный или менее мощный. Если ты будешь строить жилой комплекс, значит, это будет более мощный. Если это будет только площадка для детей и малых архитектурных форм, тогда это менее мощный. Я сейчас расскажу более подробно, потому что это мне ближе, это очевидно. К сожалению, я не подготовился, у меня здесь нет экрана, но это кому будет интересно, расскажу. Так вот, потом отдельно. Значит, я предлагаю над этими гаражами построить бетонную площадку. Каким образом это делается? Технически это делается не просто, очень просто. Составляется, предположительно, сначала план, который, план разбивочный, потом в тех местах, где должны быть свои гаражи. А. Выкупаются, Б. Меняются, и В. Печальные случаи сносятся с помощью судебных приставов. Почему? Абсолютное большинство наших гаражно-строительных кооперативов, ну, правда, сведения у меня двухгодичной давности, если я неверно сказал, у меня поправлю потом, не узаконены с точки зрения закона. То есть, всегда можно, если человек не согласен продать гараж, поменять на другое место. Это сложнейшая юридическая работа, но она не является непреодолимой. Это просто нужно быть дипломатом, нужно употребить административный ресурс, сказать, слушай, давайте дам 6 соток бесплатного там земли. Дума, решения, это должны совместно, дума, это большая подготовительная работа. Как-то я однажды писал письмо Комаровой, мои предложения по сносу балков. К сожалению, послушали, правительство собрали, остались при своих мнениях, и за два с половиной года снести то ли 200, то ли 250 балков. Так. И теперь говорят, надо 100 миллиардов рублей, я сказал, что бизнесмены сделают сами. Освободите от платы за землю, освободите от платы за подключение, сделайте рассрочку на плату за землю, ну, коль нельзя вообще без тендера, она 49 или 99 лет, то есть и закон соблюли, и все сделают частный бизнес. Но тогда чиновники ничего не будут иметь с этого, поэтому это тихонько прошло заседание. Это мы обсудим как-нибудь еще. Это интересная очень идея, кстати, 8 пунктов всего. Так вот, здесь то же самое, этот частный бизнес все сделает. Как только люди увидят, что им это выгодно, выгодно, допустим, в центре города ты получаешь 2 гектара земли. Ограничение у тебя будет по высоте или по нагрузке. А сколько всего разного? То, о чем постоянно говорите вы, что называется средой обитания. Это спортивные, легкораблодимые, вот тебе школа, вот тебе дом, вот тебе через дорогу. Это можно перечислять по пальцам, галереи, клубы по интересам, что угодно. Причем сейчас материалы какие? 50 миллиметров по теплопроводности, как 500 миллиметров. Строить здания, все. Маленькие нагрузки. Это если делать одноэтажные сверху. Ну, вернусь назад, на землю. Что получают люди? Люди, которые имеют гаражи, за исключением тех, на кого попадет свайное поле, ну, тут лес рубят, щепки, такие дела. Выкупай, плати деньги, да, с бюджета, да, частник. Кто берется за это дело? Это может город существовать, может частник. Люди, которые остаются, получают навеки охрану от воров, от снега, от дождя, от мусора, кроме того, которое они сами делают. Мусорит за собой. Значит, над ними, на высоте 9-12 метров, в каждом конкретном кооперативе разное. Потому что, допустим, Буровик-21 с одной стороны есть двухэтажное здание, а там одноэтажное. С этой стороны будет вровень с этой крыши, а дальше будет вровень, но там промежуток. Вот под бетонной площадкой образуются один или два яруса. Это не гаражи, а автостоянки. На легкие конструкции подвесные. У меня есть связь с немецкой фирмой, которая делает конструкции длиной 120 метров. Две точки опоры и на длине 120 метров фирмы высотой метр 10. Они были у нас на выставке, я взял телефон и с ними обменился ними. Таким образом, под этой бетонной площадкой над существующими гаражами мы получаем еще один или два яруса. Сверху бетонная площадка, на которой ты можешь строить все то, что запланировал заранее. Я повторюсь, хочешь ты построить, если жилье, и ты согласовал с архитектурой, не скажешь, да, с точки зрения развития города можно, значит будет здание. Тогда строишь более мощное, тогда более дорого. Здесь сверхважный момент вот какой. Технический. Люди, один написал там, газами дышать, другой остряк, задушившим чиновникам, не надо ни то, ни другое, ни третье. Во всем мире, под домами, я только что приехал с Арабских Эмиратов, которые считаю вообще приговором России с точки зрения архитектуры, что тут говорить даже печально и грустно, за 30 лет люди построят себе страну. Это проблема чисто технического характера, не о чем говорить вообще. Далее. Канализация, стоки, водоподведение, водоотведение, это делается под бетонной площадкой, никаких проблем нет. Более того, в ремонте еще проще, чем земли раскапывать в случае аварии. То есть технически это не сложно. Главный вопрос, вот это вопрос вопросов. Деньги. Я предполагаю, это можно делать двумя путями. Либо это отдается частному бизнесу под жесточайшим контролем власти, либо это делает власть, потом продает. Почему нет? В одной из передач вы здесь обсуждали реформаторов. В частности, ты говорил о Ли Куан Ю. Ну, к сожалению, в России Ли Куан Ю не рождается последние лет, наверное, тысячу. Не было. Были псевдореформаторы, Иван Васильевич, который вырезал собственный народ, а про Казань вообще молчу. Знаешь, откуда пошла казанская сирота? Знаешь, да? Он вырезал все население, там спаслось несколько детей. Казанский сирот. Это такие реформаторы. Тем не менее, он реформатор. Некоторым рассматривается. Петр Первый, который, помнишь, как Александр Сергеевич Пушкин сказал о Петре Первом? Он прорубил окно в Европу. А я задумался, думаю, окно для какой цели служит? В окно смотрят или подсматривают. Нормально этот человек к соседу дверь делает и ходит. А он окно прорубил, тоже реформатор. Ну и далее по тексту. Один эффективный менеджер, минус 55 миллионов жителей собственного народа. Вот такие реформаторы. Так вот, нет у нас ни Ли Куан Ю, ни Маргарет Тэтчер. У нас даже нет Нурсултана Абишевича Назарбаева, который взял и построил столицу с нуля. Пришел в степи, построил Астану. Я думаю, что в Астане больше денег, чем у нас? Нет. Там была политическая воля. Воля микродиктатора, хана, называй как хочешь. Но появился новый красивый город. Оскар Немейер построил, или кто у нас? Да. Бразилия. Там другие были основы. Здесь такие. Но и там, и там появились новые прекрасные города. Что мешает в Сургуте власти местной? Это сделать за свои деньги. С перспективой продажи, для того, чтобы концентрировано, силой это все сделать. Политическая воля. Деньги. А в порядке цифр? Значит, поскольку инвентаризация всех гаражей не проведена, нет цифры у меня, какие гаражи узаконены. Там будет сложнее выкуп этих гаражей, это будет сложнее. Это частная собственность. Но в большинстве это двухгодичные. Они не узаконены, там проще. Человеку приходишь и говорит, слушай, ты знаешь, к сожалению, ваш гараж не узаконен. Ты меня прости, ради бога. Ну, наш, твой гараж, такие понабирают там человек 20-10, в зависимости от площади гаража. Значит, либо мы вам даем вот здесь место вы строите, мы вам помогаем, компенсируем, либо, извини, бесплатно, но только через суд и с пристами. Ну, если человек здравомыслящий, он соглашается. Как ты разговариваешь? Надо уметь разговаривать с людьми, надо людям компенсировать их затраты. Но это неизбежно, строительство. Вот. Поэтому я не могу сказать о затрате цифр. Я могу сказать на квадратный метр, по моим подсчетам, я сошел в 12 метров, сваи я сделал под будущее большое строение. Это приблизительно на процентов 20 дороже, чем нынешний монолитный железобетон. То есть это абсолютно приемлемые цифры. А с учетом тех перспектив, которые открываются по земле, это же экономия страшной коммуникации, это не надо землю рыть, это и т.д. и т.п., то пускай экономисты, великие экономисты, как против и за посчитают и друг с другом конкурируют. Я резюмирую. Мы получаем, мы теоретически, теоретически город может получить дополнительные сотни, если не тысячи гектаров. Город скрывает эти язвы под землей, потому что их невозможно снести. Ты помнишь историю на конечной остановке НГДУ? Сколько лет Сидоров бодался с кооперативом гаражи? Ну, только в нашей стране такой может с одной стороны абсолютный беспредел чиновничеств, с другой стороны невозможно снести. С третьей стороны чиновников убивают по решению суда, несмотря на то, что есть вынести нас. Абсолютный идиотизм. Не работает система, деградация. Но, на мой взгляд, это абсолютно реально, это не есть невыполнимо. С технической стороны, это просто плевое дело, посреди тем, что мы космос запускаем до сих пор, ну, правда, с десятой, с двадцатой попытки, но взлетают ракеты. С учетом опыта нашего монолита, Богучанскую взять, хотя бы ГЭС последнюю, запустили через 23 года. Это не есть сложно. Юридически я упомянул, это проработке подлежит. Заинтересованные лица этим бы занялись, безусловно, и вне сомнения. Я предпочитаю, несмотря на то, что я сторонник, безусловно, демократических основ и начал, я думаю, что это должна делать команда администрации, та команда, которую вы часто говорите, команда прорыва, полета. Я сделал, я скрыл город, я получил дополнительные метры, я потом деньги вернул в бюджет. Я сделал, как Мадрид, как Варшава, как Тирана, вы вспоминали об этом. У меня 33 проекта лежат, я взял у Базарова, проекты, которые изменили город. Когда люди из Сараев делают сказку в центре города, Лиссабон, Порту-Алегри, Барселона. 33 города. К сожалению, сегодня у нас, собственно, дело не так. Вот уложился, я не знаю, сколько минут. Рассказываем мы письме Комаровой. Хорошо, поехали дальше. Значит, вопросы вам задавали на сайте, достаточно актуально. Это то, что сейчас происходит в Киеве, так называемый Евромайдан. Вот, ну, расскажите ваше мнение по этому поводу. То есть, там, как, ну, вы как представитель общественной, да, диаспоры, общественной организации, которая представляет украинцев в России, в России и в Суркуте. Я вам скажу свою точку зрения. У нас здесь где-то на знании ситуации, на том, что я каждый день несколько раз звоню во Львов и в Киев, на чтении различных авторов, диапазон от полной поддержки до полного неприятия того, что происходит в Киеве и в Украине. Если очень коротко, если очень сжато, потому что это тема отдельного разговора. Это надо разговаривать очень долго. Мне хочется что-нибудь другое рассказать, поэтому об Украине я скажу так, свою точку зрения. Вне всякого сомнения и, безусловно, для меня очевидна одна вещь простая. В городе, где 3,5 миллиона, 3,5 миллиона на демонстрацию, на выражение своего несогласия с решением власти выходит 1 миллион. В Москве, где 14, никто точно не знает миллиона. Максимально выходил, вот я дважды летал в Москву на Болотную площадь 6 мая в прошлом году и в этом году. Дважды. Один раз Бог меня уберег в прошлом году, то бы сидел там сейчас с ними в кутузке. 10 метров не дошел. Вот где начало это. Вот. Выходило не более 100-110 тысяч. О чем речь идет? Речь идет об активности граждан, гражданского общества. Украинцы это гордые, свободные люди. Гордые, свободные люди, которые сегодня, вот сейчас идет противостояние с полицией, которая изображает, как будто она там разбирает баррикады, а эти не пускает. Идет противостояние. Причем большинство людей не за то, не против решения Януковича отложить подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Нет. А за то, что избили людей. Неделю назад была дана команда жесточайшей. Показательно избить, когда пошел на спад уже вот этот протест. Янукович, он, ну, он парень такой же конкретный. И он дал команду добить. Ну, такая, тактика такая, когда уже ты сломал соперника, добить, чтобы уже не вякал. Это прямо противоположное результат. И каждую ночь ночуют в Киеве от 1000 до 5000 человек. И каждую ночь днем приходят десятки, если не сотни тысяч людей. Люди не сломлены. Я еще раз говорю, я звоню в Киев, во Львов. Такие две точки, потому что Украина биполярная, вы знаете. И Киев не является центром Украины. Столица, ну, там центра два. Это Донбасс и Львов. Если говорить о разнице взглядов на дальнейшую историю развития Украины. Так вот, первый вывод такой. Это гордые, смелые люди, которые не боятся идут. Второй. Они за эту неделю не только не прекратили свой протест, а его наращивают. Третий самый печальный, грустный для нас. Оппозиция четко, абсолютно четко сформулировала требования свои. И неукоснительно эти требования повторяют. Отставка правительства, наказание виновных, выборы досрочных президентов. Четко, недвусмысленно. С вариациями, но основа не меняется. Они не говорят о том, как это плохо, а как будет хорошо. Как в карикатурном виде подается средство массовой информации, особенно телевидением нашим, российским. Вы понимаете, наше телевидение сделало абсолютно все, чтобы простые украинцы возненавидели Россию. Потому что когда диктор телевидения, который сейчас очень большой начальник стал, Дмитрий Киселев, который работал на Украине, который знает ситуацию, говорит, ну вот тут вышло порядка 40 тысяч. Вид с верхнего этажа более миллиона протестующих, ну 40 тысяч. Понимаете, как на Украине обостренно, потому что украинцы не воспринимают Россию как врага. Чушь полная. Полная чушь. Потому что две трети Украины, это просто один народ по своим взглядам. Я имею в виду Донбасс, Слобожанщина, Юг. И та одна треть. Это люди, которые по-разному, но врагов к России нет. Я во Львове бываю каждый год минимум 2-3 раза. Каждый год. Вот эти рассказы жуткие, как там во Львове Бандера ненавидит Россию, это полная абсолютно чушь. Это относится только к крохотному кругу людей, которые избрали к себе это имитация политического процесса. То есть то, что у нас наше руководство делает с Америкой, враг Америка для России, то они делают из России. И не более того. Бывают, конечно, разного рода отклонения. В Львове такой эпизод был один. Я в центре люблю гулять около оперного театра. И на лавочке женщина торгует магнитиками. Вы рассказывали. Да, я рассказывал этот эпизод. Я всегда его рассказываю. Да, да, да. Вот такой эпизод был. Ну, они растерялись, возражать нечему. А люди знают, что я приехал, я русский, я приехал с деньгами, я ставлю там несколько тысяч рублей или долларов. Они за это живут. Нет никакого противостояния внутреннего. Но у элиты, безусловно, такое отношение к России есть. И оно имеет основания. Потому что, когда тебя заманивают деньгами, и когда тебе обещают сегодня дать денег, то сложно устоять, когда Украина на краю дефолта, на краю экономической катастрофы. Тебе говорят, мы тебе дадим, мы тебе на газ сделаем цену. Представляете себе, Дима, вот какой фарс, какой омерзительный, гнусный фарс. В Германии Россия продает газ почти в два раза дешевле, чем Украина. Ну как может Украина относиться к России при этом? Вот этот поводок, газовые войны, зимой перекроют, дам больше, там нет, заплати штраф за невыбранный газ. Мы тебе сбрасим. А ты подпиши таможенство. Поэтому отношение у меня такое же, как у абсолютно большинства людей. Я не могу этого говорить в Украине. Понимаете? Ну то есть, стоп, вы абсолютно большинство, здесь у нас разные большинства нас слушают, наверное. Да, конечно. То есть, вы за этот протест или вы против этого протеста? Я абсолютно, я поддерживаю протестующих, безусловно. Это люди, которые высказывают свою точку зрения, не согласны с точки зрения правительства президента. И это записано в Конституции. Любой народ, любой страны, не авторитарной, не диктаторской, имеет право на высказание, на мирные демонстрации. Это у нас в Конституции записано. Я, конечно, поддерживаю этих протестующих. И вы в этом плане выступаете за евроинтеграцию Украины или за ее сохранение такой, ну, сохранение либо нет пророссийской позиции? Я выступаю за безусловную интеграцию в первую очередь России, в первую очередь Украины, в европейское сообщество, в сообщество цивилизованных стран. Со всеми их проблемами, со всеми их, скажем, противоречиями. Я очень хорошо знаю эту ситуацию, я знаю, как это все, но я знаю, что было бы с Румынией и Болгарией, если бы они не вступили в Евросоюз и так далее. Я знаю, какой-то длительный и мучительный процесс, который в 1949 году начался с создания угольно-стальной компании из двух государств, которые воевали друг против друга, Франция, Германия. Как поступают умные вчерашние враги, сказали, давай будем торговать по-другому между собой. Уголь, у меня сталь выплавляется. Вот пример здравого подхода к решению проблем. Поэтому я за интеграцию России в Европу. Более того, повторю нашего президента 12-летней давности. Он сказал, что надо подумать, а то, может быть, Россия в НАТО вступит. Почему нет? Исчезает враг, появляется союзник. Но для этого нужно неординарное мышление. А когда ты создаешь, когда образ, когда страна живет на противостоянии с выдуманными врагами, с америкосами, с пиндосами, тогда как? А нет врага. А кто-то должен сказать, что это я, что-то у меня не получается. А так просто. Это он, это они, америкосы. Поэтому я, безусловно, поддерживаю выбор Украины, какой сделает ее народ. Вот кто победит, я думаю, что победит, наверное, в этот раз компромисс. Безусловный. На самом ситуации, это надо очень долго рассказать. На самом деле ситуация непростая, потому что Евросоюз Украине реально такой помощи финансы оказать не может. Януковичу важно пересидеть полтора года до выборов, чтобы его выбрать опять президентом. Для этого нужны деньги. Для этого нужно, чтобы экономика Украины заработала. Для этого нужны реформы. Целый комплекс проблем, которые можно решить только при наличии денег. Поэтому, естественно, он мечется. Он съездил в Китай, а Китай сказал нет. Вот Китаю там для забавы дали в Крыму зону создать. Поскольку нет четко выраженной внешней политики в Украине, поэтому так мучительно идут эти сейчас процессы. Я за тех, кто протестует, потому что они высказывают свою точку зрения. Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения в рамках закона, мирно. Хорошо. Ну вот, кстати, нам так и не пишут, но давайте все-таки мы прокомментируем. У нас до начала выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием появилась на дожде информация о том, что возможно, возможно, Путин предложит всем законодателям, в том числе местным, региональным и Федеральной Думе, рассмотреть гипотетическую возможность устранить выборы глав и парламентов муниципальных. Ну, то есть, в переводе на нормальный язык означает, что президент мог бы предложить назначать главу и при этом даже не избирать депутатов. Вот ваше мнение, если пока мне не пишут, сказал он это или не сказал на самом деле, может быть, это был такой информационный вброс в качестве проверки. Да, но тем не менее, если, ну, предположим, гипотетически, вот ваша эта возможность, как вы ее оцениваете, что из этого всего будет следовать? Рассказываю. Вы мне дадите потом 10 секунд, я приготовил цитату про Украину, но сейчас я отвечу на то, что очень важно. Сверхважный вопрос. Я вам расскажу сейчас свою точку зрения. Она непростая, очень простая. Категорически я против этого. И скажу почему. Почему? Потому что, наоборот, спасение России и возрождение настоящей России должно начаться с земства, с местного самоуправления, о чем писал Солженицын, то, что начал делать Столыпин, то, что была попытка продолжить при советах, но как все при советах, оно приобрело извращенной формы. Советы людей на низовом уровне, так как в Штатах, выбирают начальника полиции, выбирают прокурора, как бы дико это ни звучало. И понимаете, почему в Штатах живут несколько по-другому, чем у нас? Мы имеем примеры. Ну вот мне пишут, что не было такого заявления в послании президента. Мы же говорим о гипотетике. Это не просто так появилось. Продолжим эту тему. Это недопустимо. Это капец. Это просто закат России. Об этом писал, повторюсь, Солженицын. В качестве аргументов, подтверждения моего категорического утверждения, я вам скажу такое вещь. После 2004 года, после трагедии в Беслане, помнишь, была отмена губернаторов и ссылка на то, что надо усилить борьбу с террористом путем выборов проманикают разного рода популисты, обещалки, не обещают которые. И мы имеем нестабильную ситуацию в регионах. Правда? Помнишь, да? Да, да. А кто скажет мне сейчас? Ну кто? Мы вдвоем стоим в студии. Как ты думаешь, кого первым по новым правилам назначили губернатор? Это я говорю о том, что может быть, если бы такое было? Кого бы могли назначить? Как ты думаешь? Не знаешь, кого назначили? Не помню. Рассказываю. Назначили человека, которого в конкретных кругах, конкретные пацаны называли Серега Шепелявый. А, это да. Губернатор Примория Дарькин. А вторым номером, кого назначили, по новым правилам. Потому что народ же дурак, народ же ошибется, он же уберет болтуна, трепача, популиста. Вот мы знаем, у нас ФСБ, у нас контроль. Назначили Серегу. А вторым назначили человека, который ухитрился по материалам публикации. Ну, как бы сказать, слово украсть нельзя, не доказано. При котором исчезли, вот так скажем, 14 миллиардов денонимированных рублей, выделенных правительством Ельцина на организацию шерстеваляльных фабрик в Калмыкии. Кирсан Николаевич Ильмжин, который с космосом напрямую. Он вторым был назначен. А мало кто помнит, что именно Кирсанка первый написал степное уложение, то есть, выражаясь современным языком, это был прообраз Конституции, в котором степном уложении было сказано, что Калмыкия независима государством. То есть, речь идет о том, что степень ошибки при назначении увеличивается кратно. И народ может ошибаться, в них сомнения безусловно. Только ошибаться надо недолго, максимум четыре года. А если внести в законодательство изменение, что через два года тот же народ, который выбрал того, кто не справляется с обязанностями, путем референдума может сместить, тогда еще проще. И не может народ второй раз в одном населенном пункте ошибиться. Один раз, ну, наверное. И не будет влияния чиновников. И будет соревнование, мне скажут, денежных мешков. Я говорю, да, будет. Но только денежные мешки, каждая группа, допустим, теоретически, будет выдвигать того, кого ей выгодно, а вторая, кого ей выгодно. Идет соревнование. А потом нужно выполнять обещания, данные людям, потому что через два года или через год тебя же выкинут. Вот эта система, в которой живет цивилизованный мир, цивилизованная Европа, которая прошла через гражданские войны, как у нас, через страшные войны. Допустим, Англия, война алой и белой розы. Англия, резня между католиками и протестантами, страшная. Одна в Андее, почти миллион людей. Но, в конце концов, Италия, Италия, где Муссолини в 29-м году назначенный премьер-министром, абсолютно легитимно. Кстати, улицы не перекрывали, он ездил с одной машиной охраны, там сидели три с карабинами, спящих солдат, к слову, который победил мафию первый. Прошла через войну, через поражение, и все пришли к нынешней системе. Она несовершенна. Вы помните Черчилля, да? Демократия худший вид, который придумало человечество, но лучшего пока нет. Что-то такое. Вот и ответ, почему я категорически против. Анизовая ячейка зиждется у нас здесь в городе, в поселении, в деревне. Отсюда начинается Россия. Об этом говорил Солженицын. Я тут с ним полностью согласен. Да, давайте. А у нас, в принципе, мы уже должны скоро завершать. Я вернусь к Украине, я был сам украинец, и мне это очень, я очень мало говорил, это нельзя в двух-трех фразах сказать, это сложнейшая тема. Но я хочу сказать, у вас в студии не на днях был очень яркий человек, его называют восходящей звездой, он очень талантливый, я с ним знаком, я с ним встречался, Захар Прилепин. Теперь представьтесь, что этот человек абсолютно современный, абсолютно развитый, правда, взгляды его для меня совершенно дико. Человек такого кругозора, такого таланта, он национал-социалист. То есть, выражаясь языком современным, это близко к что-то такое, к фашизму, национал-социалистская партия была, НДПСА. Вот что пишет он в своей статье, за какое число? За 2 декабря. Я специально принес, я знал, что... Вот что Захар Прилепин, он же Евгений, пишет. Маленькая цитата. «Жалко, что не будет Украине никакого Евросоюза». Он подтрунивает, он ерничает. Как было бы приятно, если бы Украина вернулась через год или там через три, сырая, босая, обескураженная, с заслуженными придатками, осатанившая от случившегося с ней, то есть, что она не попала в Евросоюз, неожиданно вылезла бы на берег и как засадила российскому доброходу, а он так и стоит на берегу, машет платочком, всматривается в головую даль, в зубы. «Эй, ты чего?» – спросил бы российский доброход. «Я же добра тебе хотел». Ну что, к себе притянул. «А ничего», – ответила бы Украина и пошла дальше. Захар Прилепин желает Украине, он желает, он пишет об этом. «Горького опыта, иди в Европу, убедись, что там хуже, чем со мной», а про себя он пишет так. Чувствует нежнейшее, тихо открывает глаза, а рядом лежит должен Евросоюз, спокойный, с красивой щетиной, самоуверенный, добрый, щедрый, пахнет одеколом. Смотрит, а там, черт тебе по дереву, все равно лежит Россия, лошадь такая вместе со всадником. Оба пахнут, оба ржут, у обоих огромные зубы, еще много копыт у этого чудовища. Изумительный портрет России, Захар Прилепин нарисованный. Так вот, это если такие люди желают такого Украине, а что, что говорить о людях неразвитых? Он желает, чтобы соседняя, братская страна, я не люблю говорить, плоть от плоти, там Киев, мать городов русских, все это очень и очень сложно. Просто, братская страна, связанная миллионами нитей, чтобы она прошла через муки, пытки, испытания Евросоюзма. Она не говорит, давай попробуй, давай, мы тебе поможем. Он говорит, давай, иди, иди, а потом придешь с воспаленными придатками, осветонившими от случившегося. Это вот пример, как относятся интеллектуалы. Ну, пока у нас еще несколько минут есть, давайте, вот просто, знаете, вот сейчас такие картинки, ну, просто, я думаю, что вы в социальных сетях не бываете, а я слежу за происходящими всякими вещами, и там различные политические ресурсы, очень интересно, описывают происходящее на Украине. И там вот одна из картинок есть, значит, показывается там Греция, греки на демонстрации сжигают флаг Евросоюза. А какая-нибудь там, ну, какие-то еще страны там, все протестуют против Евросоюза, и, значит, украинцы, которые с флагами Евросоюза там выступают за евроинтеграцию. И такая ехидная подпись, что-то типа, а в велобарже все еще моют посуду. Ну, с таким намеком на то, что народ уже из Евросоюза бежит в панике, а вот Украина туда стремится. Вот вы как считаете? То есть, вот с точки зрения того, что Евросоюз действительно каким-то образом, там, ну, это такие вот очень сложные ситуации внутри Евросоюза в настоящий момент. То есть, и... Проблемные страны. Греция, Испания, Португалия, безусловно, с Францией не все ладно. Это все так. Но не кажется ли дивным тебе и всем людям, что не к России бегут, а от России? Все. Кто бежит в Россию из стран? Кто? Может быть, Сербия назову сразу? Нет. Все ждут денег от России. А не говорят, нет, мы с Россией навек. Да, Россия, да, единоверцы. Я, вот хорошо, что пару минут осталось. Я иногда вот говорю вот о чем. Мысль к рассуждению. Была гигантская империя, британская, над которой солнце не заходило никогда. Потом она распалась. Это естественный процесс. В мире осталось две империи. Самая молодая и самая древняя. Это тема еще одного разговора очень интересного. Этот процесс утверждает закономерный, если бы не Китай. Китай является империей, но не распался за 4600 лет. И Штаты, это новая молодая империя по признакам классическим. Так вот, распалась британская империя. На обломках этой империи создали британское содружество нации. Это совершенно амортное создание, такое, как у нас в Сенге. Ни армии свои, ни валюты. Но, исключение из британского содружества нации, это трагедия. Даже Роберта Мугабы хотели исключить, диктатора, которому 86 лет уже, который развалил полностью процветающее государство Южной Родезии, которое сейчас Зимбабве. Когда зашел вопрос его исключить, там приняты были такие меры, только не исключать. Ничего от этого не имею. Более того, скажи мне, какое государственное устройство, кто глава государства у Канады? Ну, это королева, да. Британская королева. Австралия, Новой Зеландия, Канада добровольно признают главой государства монарха другого государства, не считая себя ущемленными. Вот такая конструкция. А от России, которая очень мягко, хочу сказать, в отличие от тех же американцев, очень мягко создала свою империю, которая, конечно, вырезала несколько десятков народов на Кавказе, это тоже правда, которая, правда, провела три войны, если считать, против чеченцев. Но другие-то народы приснялись сами. Большинство народов, это добровольные трактаты, некоторые просились, вообще, это как Грузия та же, и так далее, и тому подобное. Армяне нам признательны, потому что они стали на грани физического исчезнования. И вот эта страна, которая создана не с такими противоречиями, как Британская империя, британцы уничтожили во время восстания Сипаев 6 миллионов сихов. Французы, светоч нации наши, интеллектуалы, 3,5 миллиона людей погубили Виндокитая в 50-х годах, во время войны Виндокитая. Это Лаос, Камбоджа и Лаос, Камбоджа. И эти все страны сейчас имеют отношение с бывшими колониями. Абсолютно нормальные. Имеют где-то заморские территории, как та же Франция. К Англии льнут, а от России бегут. В чем дело? Вот когда мы дадим ответ себе на этот вопрос, что же мы делаем не так? Почему так вот? Ну как может такое быть? Допустим, Прибалтика, понятно. А как понять Украины? Стремление Украины убежать от России, где бездонный рынок, совершенно бездонный рынок, с которым связано кооперации. Труба, газ, газопроводы проходят, самолет вместе делали. Делали ракеты Южмаш, откуда Кучма. И дали, и дали, и дали родственные связи людей. Два с полномиллиона этнических украинцев живут в России, которые себя назвали. На самом деле цифры разные, до 40 миллионов называют. Ну большинство людей украинцев, которые жили раньше, называются русскими. Ну я украинец, 44 года здесь в России, мой сын уже русский. И так далее. А не хотят. Не хотят с Россией. По принуждению. Что это за любовь по принуждению? Какой фантастический ураловский оксюмурон. Любовь по принуждению. Это то, чего добивается от Украины сегодня Россия. Вот и люби нас. Бабла дадим. А за деньги это как? А мы склоняем. Назарабай сильно нас любит. Он с нами. Он знает, как от нас сковырнут. И далее по тексту. Вот когда мы дадим себе ответ, что мы нечестные, что мы ведем себя нечестно по отношению к нашим партнерам, к нашим бывшим и нынешним, что надо менять категорически политику, как внутреннюю, так и внешнюю, ибо это две стороны жизни нашей. Тогда начнут только преобразования на основе того, что называется на английском soft power. Мягкая сила. Когда тебя привлекают тем, что здесь хорошо, здесь лучше. А мы сегодня привлекаем только самые обездоленные части вот наших бывших братских республик, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан в первую очередь, Молдавия, Украина. Очень редко белорусов зарабатывают здесь деньги. Понимаешь? Значит, исходя вот просто из такого сопоставления истории двух империй гигантских, российской и британской, делаешь вывод. Неправильно что-то в датском королевстве писал все наши Вильям Шакеспиары, как в начале века у нас говорили Вильям Шакеспиары. И Иван Гоэ, наши великие англичане, знатоки, английские. Вот такая печальная, грустная сентенция у меня всегда, когда я думаю, как же так? Я говорю не про Западную Украину. Там другие причины. Там причина в том, что Западная Украина всегда была или под Австро-Венгрией, или под Польшей. И та, и другая страна, это антагонисты по отношению к Российской империи. Польшу мы дважды или трижды решали, как считать, если коммунистическое недавнее прошлое, трижды государственности. Австро-Венгрия наш извечный был противник. И это население было одурманено пропагандой. Пропаганда многовековой против России. Это понятно. Тем более, что этнический состав, происхождение этническо-западного украинца очень интересное. Оно фантастическое совершенно. Их очень остроумно однажды назвал Андрей Ваджра от славянина Молдавани. Имея происхождение их в виду, что они от древних даков идут и от белых хорватов. Это очень интересная такая история. Там объяснимо. А вся остальная Россия, Украина, она никогда не питала и не питает плохих чувств к России. Но Россия делает все, чтобы отвратить от себя. Вот последний пример. Я процитировал Захара Прилепина. Это не самый глупый, не самый худший. Такая беда у нас. Ну давайте, значит, мы окончание этой темы, но я думаю, что эта тема бесконечная у нас будет, так или иначе. Такое продолжение мы перенесем на следующие наши передачи. У нас уже час прошел. Мы будем завершать. Итак, уважаемые зрители, читатели, слушатели себя. Это у нас был только что первый выпуск проекта «Особое мнение». У нас в гостях был Владимир Офимович Самборский, сургутский предприниматель. Мы будем каждую неделю стараться особое мнение выпускать. У нас будут разные гости. Но вот среди них Владимир Офимович будет присутствовать так или иначе. Один-два раза в месяц, я думаю, он появляться в нашем эфире будет. Поэтому задавайте вопросы, комментируйте, пишите, как вы поняли, комментарии. Желательно под своими именами. Не обязательно, но желательно. Желательно еще аргументированно. Да, на комментарии будут даваться ответы, и все, будем очень много интересно разговаривать. А сейчас мы завершаем нашу программу. Спасибо, Владимир Офимович. До новых встреч. Спасибо, что позвали. Пишите, звоните. До свидания.